Казанский федеральный университет посетила делегация Ассоциации глобальной энергии. Какие научные направления будут востребованы в энергетической сфере уже в ближайшие 30 лет и не только в нашем сюжете. Визит делегации Ассоциации глобальной энергии начался со встречи с руководством КФУ в голубом зале главного здания Казанского федерального университета. Далее в зале заседания Попечительского совета состоялся круглый стол на тему перспективы молодых ученых в энергетической отрасли. Какие научные направления будут востребованы в этой сфере в ближайшие 30 лет. Сегодня мы хотели вместе с коллегами из представляющих разные страны, ведущие эксперты, обсудить то будущее, которое ждет энергетику. Куда двигаться молодым специалистам, потому что без развития науки, без развития новых технологий невозможно отвечать на те вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, перед всем миром. Далее было сказано о проектах, которые важны для энергетики, об ассоциации и в каких направлениях должна двигаться энергетика. Помимо нашего основного проекта, для ассоциации всегда было важно развитие молодежного направления. За нашими плечами такие проекты, как энергия молодости, энергия прорыва, основной целью которых были развитие и привлечение интереса к молодежной науке. Дело в том, что мы не стоим на месте и уже в этом году ассоциация совместно с ПАО «Газпром» запустила новый молодежный проект, который называется «Молодой ученый 4.0». Основной задачей здесь является повышение узнаваемости молодых российских энергетиков на международной арене. Также проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле КФУ Данис Нургалиев рассказал о проекте, в котором примет участие Казанский университет. В этом году стартует другой проект, приоритет 2030, такой проект известный. И в этом проекте уже будет участвовать 100 университетов российских. Из них примерно 40 университетов будут входить во второй раунд. То есть 100 университетов получат финансирование, порядка 100 миллионов в год, и они будут реализовывать свои программы, которые они представят буквально в сентябре месяце начнется слушание этих программ. И я знаю, что из Казани, по-моему, 7 вузов подали такие программы. На сегодняшний день Казанский федеральный университет является локомотивом трансфера разработок в нефтегазовую индустрию. Ежегодно научные коллективы КФУ прорабатывают новые научные идеи и расширяют собственные исследования. Не менее интересно и то, что руководство вуза доверяет довольно амбициозные проекты именно молодым специалистам, потому что они всегда готовы искать нестандартные пути и реализовывать смелые идеи. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.